Которые разрушены, люди живут, где с крыши капает вода. Лучше это вы, эти деньги. А вы эти деньги, это отмывание денег идёт. Вы одно разрушаете, одно разрушаете, отмываете, вы тут же строите. Это равносильно тому, как асфальт всё равно. Сегодня вы плитку положили, а завтра вы эту плитку принимаете. Снимаете эту плитку. Это идёт отмывание денег. Почему вы дурите, калужан? Почему вы не считаетесь сменением народа? Почему вы делаете только то, что выгодно вам, положить в карман? И когда это кончится, вы, калужане, все возмущены. Мы ни один человек не поднимаем. Я не согласна с этим проектом. Я не согласна с этим проектом. Не согласна. Я не согласна с этим проектом. И не единственная радость для людей. Потому что все приезжают. С конушкой области, с конушкой области приезжают все. И где где наши продать? Нам это было в другом месте, как говорится. Но не здесь, пожалуйста. Васюна, я вам быстро сказала. Спасибо вам большое. Мы всё с атаковалируем. Пожалуйста, будут ещё какие-то предложения и мнения. иного характера. Пожалуйста. Сергей, спросите, пожалуйста, будет ли открыто движение на участке улицы Марата и улицы Герцена? Потому что, когда его перекрыли, возникли определенные транспортные проблемы. По докладу вашего проекта, я не понял, будет ли там открыто движение. Здесь автомобильное движение на улице Марата и на улице Герцена. Был светофор с выезда на улицу Кирова. У нас обрабатывается вопрос. Сейчас этот проект планирует, будет предоставлено вашим проектом. А пресс прорабатывает, но в состав проекта планировки не будет, поэтому здесь как бы... Нет, вы собираетесь приезжать в улицу Держинска, у вас должны быть какие-то смежные пути. То есть я говорю, я задаю вопросы, прошу отнести протокол. Будет ли открытость автомобильное движение на прикрытии? Хорошо, поднесем. Улица Кирова, улица Марата, улица Герцена. Раньше там был стабильный проезд. Сейчас он перекрыт. Что составляет определенные проблемы. И пустите, пожалуйста, еще раз с разворотным кольцом по улице Держинска и улице Релеева. У нас такое кольцо находилось по улице Достоевского, улица Релеева. И чем оно помешало городским властям? Мы до сих пор не понимаем. Какие виды городских, такое вот пресс за этим разворотным кольцом? Поясните, пожалуйста, мы не поняли. Будет ли там разворот троллейбуса, автобусов, маршрутного такси? Поясните, какие транспорты там будут разворачиваться? Этот вопрос будет решаться на стадии архитектурно-строительного проектирования. Будет разработана схема движения. И там будет проект, если будет, утвержден проект планировки. Проект планировки первичен. А дальше идет разработка проектной документации. Мы сейчас рассматриваем проект планировки территории. Я прошу за тем протоколом, что в данном виде проект очень сыровый, непроработанный. И, по крайней мере, я не вижу смысла его сейчас обсуждать. Он соответствует действующему законодательству. Спасибо, мы внесем протокол. Еще, вы как предложение? Да, есть предложение. Проект соответствовал совести наших чиновников, да, и драмы. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Я вас услышала, я поняла, что вы против. Да. И не только я, а большинство здесь присутствующих. Спасибо. Не переживайте, пожалуйста. Пожалуйста, слушайте. Подождите, не перебивайте. Говорите. Говорите, мы вас слушаем. Как сказать, нету. Вот самый центр, и, живя на улице Гриева, я вижу, как у нас стыдно за наш центр города Калурии. Особенно за Бирюзовский оград, который стал рассадником, преступлением всевозможных. Он разрушается. Там люди, которые приезжают к нам в город, как гости, как туристы, приходят на нашу улицу и спрашивают, а как попасть на улицу, ой, на Каменный мост? У нас улицы Рыльевы нет нормального даже выхода на Каменный мост. А если вы встанете на Каменный мост и посмотрите на эту сторону, где был рынок, да стыдно за то, что у нас в такой центре города, обратно, безобразный. И мне кажется, что прежде чем, и, извините, что я так упрыгаю, мне кажется, вот тогда, когда был рынок центральный, понимаете, у нас было оживленно, у нас люди приезжали именно для того, чтобы сходить на рынок, потом сходить в парк, погулять, понимаете? Для этого были у нас объекты, ходили в парк культуры и отдыха, только очень жалко, что у нас этот Лаака, так можно сказать, в самом центре, мне кажется, что нужно сейчас самое пристальное внимание уделить бирюзурскому врагу, чтобы это была зона отдыха, чтобы можно было пройти к набережной, к нашей, к нашей реке, вот, очистить это, вернуть историческую жизнь нашего рынка, потому что везде, везде есть такие рынки. И мне кажется, что это было бы менее затратно, чем эти миллионы тратят на то, чтобы переделывать одно другое. У нас сейчас на улице Рылеева положили, значит, тротуар, сделали плиткой, а что, к чему он ведет-то? В тупику, к этому маленькому рыночку, браколовку, который называется, приезжают и говорят, а где у вас браколовка? А где у вас браколовка? Стыдно. Пожалуйста, ваше предложение. Ваше предложение следствия надо сейчас вложить в благоустройство бирюзурского врага, чтобы нам, калушанам, не было стыдно за центр. И что, и никакие парки. И сделать, есть центральный рынок был, не нужно ничего больше разрушать. Давайте восстановим, повредить в участок, вы все, ведь никто там не ставит... Пожалуйста, мы ваше предложение услышали. Вся в благоустройство можно привести в порядок. Спасибо большое. Пожалуйста. Лариса Петровна, в этой связи пересмотреть решение о перераспределении денег из федерального бюджета. Выделено 243 миллиона на благоустройство... Это образ немало. На благоустройство территорий калуги. А мы забываем о территории номер один, откуда пошла калуга. От перераспределения калуга. Растянули депутаты все деньги на свои микрорайоны. Напраздновали 650-летие города. Туристы поедут в эти отдаленные микрорайоны смотреть, как благоустроены дворы. В первую очередь нужно было подумать... Правильно я согласен с выступающей женщиной передо мной. Подумать о том. Мы забываем, откуда мы пошли. От территории номер один. От перераспределения калуга. Пожалуйста. Я не буду повторять, что рынок всегда существовал. Он немножко пониже был. Но он всегда существовал. Я только хочу обратиться. Я слушала проект девушки из Петербурга. Это какая-то маневщина. Это нельзя этого делать. Да это никогда не будет делаться. И теперь вы сейчас все удаление делаете на то, что вы все делаете для детей. Мне кажется, нашим чиновникам и нашим депутатам безразличны наши дети. Потому что и дворец пионеров, и библиотеки... Вот сейчас библиотеку Байдара перевели куда? В тьму траками. Там одни машины стоят. И вот к вам, к архитектору, я задаю вопрос. Когда прекратится стройка наших чиновников и наших депутатов в центре города? Забирают дворы, забирают все. Вот мы говорим о безопасности наших детей и движения. Сейчас вот эта яма на Герцена. Это безобразие. И все машины, которые приезжают с грузами и приезжают с рынка, все это идет через двор дома номер 114. Маленького дома. Вы же архитектор знаете, где же здесь безопасность движения? Где здесь жители? Там выходят с подъезда. И сразу идут улицы. И сейчас депутат, которым принадлежат эти территории. Я уж не знаю, как дворы. Но это же вы им дадите. Пожалуйста, ваше предложение. Я так поняла, что вы за сохранение рынка. Я за сохранение рынка. Вот я еще хочу к вам обратиться к человеку. Вот у людей есть земля. Они выращивают на этой земле. И несут свой труд. Где им продать? Когда вот такие мальчики, они ходят, и вот этих бабушек унижают. Вы унизили, вы унизили кулужа. Вы унизили нас. Вы унизили продающих. И вот они гоняют их с места на место. И вот продающие люди свой товар, они не землю продают. Они стараются продать это во время, когда перерыв у депутатов. Я говорю, кто там ходит? Вот. Я не могу. Наведите порядок. Ну, архитекторам, вы уже даете согласие. На постройки домов. На постройки. Какие домов именно? Ну вот, а я вам скажу. Вот в самом центре города, вот я живу, у нас дворы забирают депутаты. Так я не могу еще, хочу сказать. Я подъехала. Вот у меня соседка, но это не будет этому. Хорошо, пожалуйста, давай еще твое предложение. Обязательно нужно сохранить это время. Обязательно. Поживейте вы людей. Поживейте. Не нужно улыбаться. Не нужно ничего. Вы очень молод и молодой человек. И я хочу сказать, за все приходится платить. И не долго. Спасибо. Мы вас услышали. Вот, короче. Разрешение, пожалуйста. Вопросов больше не будет. Либо предложений. Если еще предложение, на ближайшее заседание Арксовета при губернаторе не проигнорируйте. Кто собирает туда членов Арксовета, обязательно пригласим представителей рабочей группы по сохранению исторических правил. Край и медам. Хотя бы трех человек. Это вопрос с трех под землю. У них есть состав с шумного совета. Я лично переговорю. Но я прошу это предложение записать. Я на свой совет городской вас всегда приглашу. На городской, да. Вот. Ко мне вопросов нет. Если не будет предложение... Я хочу тоже выступить. Я Дмитрий Мартышевев, я тоже родился. Только, пожалуйста, предложения, если они за сохранение рынка, то мы вас уже услышим. А можно мне высказаться? Ну, высказаться, конечно. Спасибо. Не так часто бывает, чтобы власть выслушивала калужан с желанием. С желанием, с желанием. Ну, вот, я еще даже не сказал одного предложения, три раза вы меня поправили. Нет, я слушаю. Вот. Хотелось бы, конечно, действительно, в самом начале знать, какой регламент, чтобы его не нарушать. Например, на выступление вы бы отводили какое-то время. Тогда можно было спокойно. Никто не вкладывается в это время, поэтому я просто говорила регламент. Хорошо. Вы сами определяете регламент, чтобы не полчаса. Конечно. Я не буду задерживать, тем более, после работы многих чиновников, которые здесь присутствуют. Я вижу, с интересом слушают калужаны. Это, наверное, полезная площадка. Не буду их утруждать. Поэтому по существу. Ну, пожалуйста, не перебивайте, ладно? Хорошо? Действительно, это некрасиво. Умейте слушать калужан. Очень мало обратной связи. Я вырос в Калунии. И, конечно же, знаю ту проблему, которая связана сейчас с этой территорией. И как основной мотив того, что нужно что-то делать с этой территорией, это, конечно, то, что она не удовлетворяет эстетически своим видом. Эстетически. Потом стали говорить, что там транспорт очень неловкий.